Привет, друзья! Привет, Иван! Привет, Александр! Приветствую всех вас, кто сейчас присоединился к нам на канал Ланплей, чтобы посмотреть очередной интереснейший, а иначе, я надеюсь, не бывает, выпуск на нашем канале. Сегодня мы встречаемся в 111 раз, что говорит о том, что у меня уже началась амнезия на второй сотне. Я забыл, что юбилейные выпуски мы делаем про кавера, но это нам не помешает встретиться сегодня и поболтать о нашей самой любимой, самой как-то жанрообразующей теме. Ты не знал, что это кавер? Поехали! Ну что, дорогой Иван, не будем долго тянуть. Давайте нам удивить. Слушай, начнем сегодня с песни, которую я очень давно люблю. Уверен, наши зрители тоже. Величайший гуру Джимми Хендрикс и Хэй Джоу. Как-то это выразился системообразующая. Корневая песня в карьере Джимми Хендрикса, потому что именно с нее началась, по большому счету, его большая слава. Интерконтинентальная. Именно с нее началась группа Джимми Хендрикс Experience. Но я подозревал, что это песня Джимми Хендрикса. И мне казалось, что это, знаешь, такой какой-то золотой стандарт, блюзовый, там, я не знаю, вроде House of the Rising Sun. Мне казалось, что... А я всегда был уверен, что это песня Джимми Хендрикса. Вот смотри, это какая-то очень похожая история на House of the Rising Sun. Это не песня Джимми Хендрикса, но это не такая фолковая история, как House of the Rising Sun. Хотя я был вот прям, ну, на 90% уверен в этом. Что да, что он просто взял, переиграл, переосмыслил и получился вот такой хит. На самом деле у Хэй Джоу, как это неудивительно, есть автор. А звали автора этой песни, как вы, наверное, поняли, не Джимми Хендрикс, а звали его Билли Робертс. И он был таким достаточно заметным персонажем нью-йоркской фолксцены в начале 60-х. Вот, собственно, он эту песню и написал, но сам никогда не выпустил. Было несколько ее версий до того, как ее исполнил Джимми Хендрикс, но все они были такие, аптемповые. Как это по-русски? Быстрые? Аптемповые, да, быстрые. И где-то даже в каких-то чартах засветились. Самая заметная, наверное, была история с ее исполнением группы Ливз. Губы? Листья. Вот сейчас услышали версию группы Ливз. Все версии были похожи на нее в те времена. Но сейчас вы, наверное, подумали, что вот это, наверное, Джимми Хендрикс додумался, придумал ее замедлить, сделать из нее такой прям тяжелый блюз. Но нет, это был не Джимми Хендрикс, а человек, который ее так эффектно замедлил, звали Тим Роуз. И вот уже эту версию услышал Джимми Хендрикс и переделал ее под себя. Но надо сказать, что Джимми Хендрикс тогда не был известен как Джимми Хендрикс. Он был известен просто как хороший, классный сессионный музыкант, как членокомпонирующего состава. Играл он со многими топовыми ребятами в те годы, и с Айзли Бразерс, и с Литл Ричардом. И история даже сохранила время и место, когда человек, решивший судьбу Джимми Хендрикса, впервые услышал Хэй Джо в его исполнении. Это был клуб, который назывался Кафе УАП в Greenwich Village. А звали этого человека Чест Чендлер, и он был музыкантом группы Animals. Ого, да. Чест Чендлер увидел необычную версию Хэй Джо, и подумал, блин, за это надо записывать. В общем, он поговорил с Хендриксом, убедил его поехать в Лондон, сделать там эту запись. Там же в Лондоне Чест Чендлер нашел ему музыкантов. И там же в Лондоне была собрана группа Джимми Хендрикс Experience. Там же в Лондоне Хэй Джо была издана, и Джимми Хендрикс стал Джимми Хендриксом. Именно благодаря этой, не его песне, но песня абсолютно великая. И мне кажется, это прям один из величайших рифов вообще в истории рок-н-ролла. Во-первых, очень похоже. Во-вторых, моего аплодисменты. Вы меня удивили. Я был уверен, что это песня Джимми Хендрикса, и даже у меня сомнений никаких не было, что это не так. Вот так. Вау. Короче, я сегодня зарядился по 80-м. И может быть, у меня получится такая основа многоэтажная история из нескольких песен сразу. Начнем с великолепной песни, о которой не уверен, что вообще много кто знает не то, что это кавер, а кто ее исполняет. Но ты, как экс-музрет радиостанции с многолетним стажем, должен знать песню с прекрасным мотивом. Nothing gonna change my love for you. I love you. Ну что, кто? Я, конечно, ее знаю. А вот подожди, сейчас я включаю режим овощевоза и не вспомни ее. Короче, это не страшно. Главное, что я надеюсь, все знают эту песню. Пел ее исполнитель из разряда «Все знают песню, но никто не знает исполнителя» Глен Медейрос. Теперь встала музыкальная база перед глазами. Вспомнил, да? База встала перед глазами португальского происхождения парень. Но я больше чем уверен, что нас смотрит большое количество музыкальных гиков, которые играют в квизы. И не только. Они-то точно знают это имя. Они его там где-то в полочку клали на эти случаи. Так вот, друзья, мало того, что Глен Медейрос никому неизвестен, так это еще и кавер. И тут самое интересное. Кто же пел эту песню в оригинале? Я, когда узнал, удивился очень сильно. Не знаю, сейчас скажу почему. Может быть, ты тоже удивишься. Вообще написали эту песню два друга, Майкл Массер и Джерри Гофин. Это такие, ну, классические американские сонграйтеры, которые написали просто огромное количество хитов. Там от Даяны Рос, там до Барри Манилу и много-много-много кого. Ну, это прям такие американские-американские песни, большая часть из которых до наших широт в качестве хитов не дошла. Поэтому, возможно, мы их ни разу не вспоминали. И, собственно говоря, это была очередная песня, которую они написали. И написали они ее, знаешь, для кого? Для Джорджа Бенсона. Джордж Бенсон, дорогие друзья. Ну, мне кажется, что эта фигура в представлении не нуждается вообще. Ну, все нормально. Это не Майкл Джексон, вполне возможно, многие его не знают. Это просто великолепнейший джазовый, да и не только фанк-фьюжн, не знаю, там все у него намешано, гитарист. Ну, Джордж Бенсон, наверное, это один из величайших гитаристов вообще в мире. Ну, конечно же, он и пел. И всегда он у меня ассоциировался с джазом, фанком. И даже если поп-песнями, то они такие у него были, ну, не совсем чтобы эстрадные. А эта песня, она прям... И оказывается, что Джордж Бенсон, когда ему исполнилось 40 лет, я так и не понял, это было его желание или лейбл попытался из него сделать. В общем, он попытался стать таким вот поп-певцом. Певцом и пел эту песню без гитары в руках. Ну и, как вы понимаете, первым записал ее Джордж Бенсон. Ее выпустили синглом. Он на различных телешоу пел ее. Но максимум, который получила эта песня, это там какой-то 29-е, я не знаю, там и 40-е какое-то место в Бельгии и Нидерландах. Все. Никуда эта песня не пошла, не пошло, не прокатило. Это середина 80-х. В это время Глену Мидейросу нашему 16 лет. Он у себя там в Гонолу, на Гавайях, попивая пиноколаду, выигрывает местный конкурс талантов на радио. И его призом получается запись собственной песни. Директор радиостанции предлагает ему записать песню Джорджа Бенсона, которую он очень любит. Тот записывает, и его начинает крутить на радио. И крутить на радио начинает. Очень хорошо. Все больше и больше. Сначала на Гавайях, потом она перебирается в Штаты. Ну, а так как все мы ее прекрасно знаем, знаете, какой итог. Да, но удивительно. Вообще, на самом деле, конечно, ты прав совершенно. Никаким образом Джордж Бенсон не ассоциируется с эстетикой. Вообще ни разу. Да, тут скорее... Вообще. Я представляю великолепные фанки-ритмы. Ну, или хотя бы джазовые, гитарные, мелодичные соло. Но вот это оказался Джордж Бенсон. Возможно, это такое немножко задротское удивление в моем случае. Но я искренне надеюсь, кто-нибудь со мной его разделит. Я разделил, не прижай. Есть еще много версий у этой песни. Я помню гитарную у The Shadows. А что касается Медейроса, как вот в 16 лет он бомбанул с первым хитом, так, к сожалению, у него... Ну, нет, у него были еще хиты. Был She Ain't Worth It. В каком-то фильме она была, я не вспомню. Но она в Америке тоже высокие места в чартах занимала. После этого карьера пошла на спад. И он не сильно как бы и горел желанием. И в итоге стал он замдиректора католической школы христианской. И в 2007 году вообще решил навсегда закончить с музыкой. Хотя на него такие вроде надежды были большие. Но он, в общем, работает, по-моему, до сих пор в школе. Был там замдиректора, потом директором, потом генеральным директором. Какая-то частная христианская школа. Вот там директор, представляешь, приходишь ты в кабинет к директору, а он тебе такой... Нет, знаешь, я о другом думаю. Я думаю, что его там ученики же, ну, просто безбожное, наверное, неправильное слово, но просто очень сильно троллят. Просто представь, я не знаю, да? Да, их родители. Ну, как нет. Родительское собрание, да? Здравствуйте, дети. Сегодня мы с вами познакомимся. Знакомьтесь, это наш директор. Его зовут Глен Бедейрос. Пропелить хорошо, теперь к делу. Ну да, смешно. Ну, как говорится, вот такие пироги. Ну, крутая история, да. Действительно, с очень неожиданным поворотом. У меня продолжение моей сегодняшней системообразующей темы о песнях, которые мне казались какими-то древними, народными, но оказались не древними и не народными. Но песня просто безумно красивая. Это Род Стюарт «Sailing». Для меня эта песня все время ассоциировалась с каким-нибудь там гимном английских матросов, да? Потому что, ну, я сразу себе представлял. Ну да, да, очевидно, прям очевидно, да. Такой Род Стюарт, такой типичный бритиш. И вполне логично, что он мог взять какую-то морскую песню, переделать такую красивую балладу о том, как матрос Джонни скучает по своей подруге Мэри, которая ждет его на берегу. Ну, и все как-то укладывалось в эту идею, в эту коробку. Прям очень сильно. Тоже относительно недавно, буквально, я узнал, что нет, у этой песни тоже есть автор, и причем появилась она совершенно незадолго до того, как исполнил ее Род Стюарт. Никакого отношения к народному творчеству английских матросов она не имеет. А первыми ее исполнили Сазерленд Бразерс. Была такая группа, тоже малоизвестная, которая потом, кстати, стала более известной, потому что Род Стюарт спел их песню «Сейлинг». История даже сохранила имя автора. Этой песни им был басист Сазерленд Бразерс Гевин Сазерленд. Собственно, Род Стюарт в 1975 году этот свой кавер на их песню выпустил. Уже после этого такие же задроты, как мы с тобой, стали копаться и думать, что, слушай, а может быть, это не песня британских матросов, может, у нее есть автора. И находили Сазерленд Бразерс, начинали покупать их диски благодаря... пластинке, благодаря Роду Стюарту. И таким образом они после этого смогли выпустить даже некоторое количество достаточно заметных в Великобритании синглов. Но про эту песню есть еще одна очень прикольная история. У Рода Стюарта, не знаю, как сейчас, но очень долго точно была такая пагубная привычка, которую он оправдывал, конечно. Он не мог ни выйти на сцену, ни зайти в студию записывать вокал, не приняв хотя бы 50-100 граммов. То есть он это все время объяснял, что у меня там дескат нервы, я не могу, иначе у меня ничего не получается, все, капсда, наливай. Так вот, откуда у него такой великолепный крепкий голос. Да, ну реально, представь, у театуры ты каждый раз что-то употребляешь перед... Хотя, конечно, не он один такой, но он просто прям открыто об этом заявляет. Давайте мы тут это напишем, что употребление, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему жару. Вредит вашему жару. Просто он открыто об этом заявляет, но вот я еще раз говорю, пытается найти там какое-то достаточно хилое такое, конечно, оправдание. Типа, я нервничаю, я по-другому не могу. Мне плохо поется, надо связочки промочить. И... Так вот, Сейлинг... Дело его, главное, что песня хорошая получит. Сейлинг — это единственная песня Рода Стюарта, записанная в трезвом состоянии. Серьезно, это прям достоверно известно. Это такой вот просто исторический факт из его биографии. Почему это произошло? Во-первых, она была записана в Штатах. Род Стюарт очень сильно скучал по дому, по Великобритании. Он прям был весь в грусти и печали. Почему он находился в Штатах? А потому что налоги в Великобритании были слишком высокие. Он там просто... В Америке было жить выгоднее. Но по дому он очень сильно скучал. Ну и вот, собственно, услышал эту песню сожжилом Бразерс. И подумал, о, интересно. Как раз какой резонанс хороший с моим мироощущением нынешним. Находился он в Алабаме. И прикол был в том, что буквально в 10 утра там кто-то из саунд-продюсеров разбудил. Сказал, так, Род, все, мы все там подготовили тебе. Все, беги, значит, в студию. Нужно полчаса есть у тебя, чтобы записать вокал. Он сначала, конечно, побежал в магазин, не в студию. Но я же не помню, в чем было точно дело. То ли это было время, когда в магазинах не продавался алкоголь. То ли там вообще в этом городе был какой-то сухой закон. То ли это был день, когда не продавался алкоголь. В общем, какая-то такая история была. Не знаю, может, выпускные там в Алабаме были в этот день. В общем, ничего не смог купить. По дороге в студию записывать надо было. Цигиль, цигиль. Время студийное. В итоге он записал эту вокальную партию, будучи абсолютно трезвым. И это единственная вокальная партия, записанная в его дискографии в совершенно трезвом состоянии. В общем, это Род Стюарт придумал поговорку «без вокала нет вокала». Ну, он ее фактически, не знаю, он ее придумал, но то, что он ее, так скажем, евангелист, это да, это точно. Да. Ужасно. Я сразу вспоминаю Леми, который на вопрос «Скажите, пожалуйста, как вы ощущаете похмелье или что-то в этом роде?» Он говорит, что, к сожалению, я давно не был трезвым, чтобы его ощущать. Ну, типа того, да. Ну что, если вы забыли, дорогие друзья, совсем недавно мы обсуждали невероятную песню, которая звучит вот так. И, возможно, не была бы хитом эта песня, если бы ее не записал 16-летний Глен Медейрос. Записал он эту песню с подачи Джей Стоуна, как раз-таки программного директора той радиостанции, о которой я говорил. И тут невероятно интересная история заключается в том, что этот Джей Стоун оказался просто каким-то колоссальным стратегом. Совсем незадолго до этого, а мы говорим про 85-86 год, где-то вот середина 80-х, огромным хитом была великолепная баллада Уитни Хьюстона «The Greatest Love of All». Я ее, если честно, я могу ошибаться, но мне кажется, я слышал ее в «Тилохранителе», по-моему, я ее помню оттуда. Но хитом она была намного задолго до этого, еще в середине 80-х, такая мощнейшая просто баллада Уитни Хьюстон. И тут, как говорится, не одни мои выловывы и зловью в рубрике «Ты не знал, что этот кавер единый», потому что Джей Стоун восхитился тем, как год назад выстрелила песня, уже вышеупомянутого автора Майкла Массера, написанная для Джорджа Бенсона. В общем, «The Greatest Love of All» в оригинале пел Джордж Бенсон. Тот самый 40-летний Джордж Бенсон, который хотел стать красивым эстрадным певцом, забросив свою гитару, эта песня у него не выстрелила, выстрелила Уитни Хьюстон. И Джей Стоун подумал, блин, классная формула, наверное, надо попробовать взять еще одну не выстрелившую песню Джорджа Бенсона. И тогда записал с Гленом Медейресом «Nothing will change my life for you». Бедняга Джордж Бенсона. Понимаешь? Шикарная песня, ее Майкл Массер написал уже не с тем самым Джерри Гофином, он написал ее с поэтессой, не знаю, к сожалению, поэтому подсмотрю в экран, Линдой Крид. Так вот, Линда Крид писала эту песню в состоянии борьбы с раком. И написали они ее не просто для Джорджа Бенсона, они ее написали как саундтрек к фильму про Мухаммеда Али. И почему я заострил внимание на той самой Линдой Крид, которая написала эту песню, очень сильный текст. И если полезть в его перевод и посмотреть, и зная контекст человека, который скончался буквально через пару недель после выхода этой песни и не успел застать ее огромный успех, то этот контекст так трогает еще сильнее, чем сама песня. Хотя, в принципе, в исполнении Хьюстона это баллада на разрыв. Вот. А что касается в остальном этих двух песен, такой забавный пример, когда действительно классные песни просто пускали не в ту аудиторию, просто таргет, скажем так, неправильно настроили. По-моему, это очень такой поучительный пример, когда не всегда успешный артист может кардинально поменять имидж. Конечно, мы знаем много таких примеров, но, как правило, это артисты, которые на какое-то время ушли в тень, скажем так, они попытались сделать что-то новое для своей аудитории, которая ждет совершенно другого, а к этому не готова. Что-то я нудятина много заговорил. Наверное, вы понимаете, о чем я. В общем, очень интересный пример того, как надо иногда найти для песни не только исполнителя, но и... И лучше оставаться с собой. Да, возможно, лучше оставаться с собой. Ну, или если ты автор песни, то, конечно же, не только аранжировку, но и исполнителя иногда тщательно подбираться. Но при всем при этом Джордж Бенсон просто гуру, величина. Ну, вот здесь как бы не сработало, и, я думаю, ничего страшного. Вернемся мы к автору текста песни Nothing Gonna Change My Life For You. Так. Джерри Гофин, который много песен написал, конечно, с Майклом Маслом, но еще больше написал со своей супругой, которую звали Кэрол Кинг. Точнее, это скорее был ее псевдоним, звали ее Кэрол Кляйн, если я не ошибаюсь. Кэрол Кинг, это на самом деле прекрасная певица, очень популярная в США как, в первую очередь, как сунграйтер, но и как певица тоже. Но, опять же, сегодня речь про сунграйтеров таких прям американских-американских, поэтому, скажем так, из сотен чарт-топеров, которые они написали, ну, хорошо, мы будем знать там 5-10 песен, но это тоже неплохо. Как-нибудь к ним вернемся сегодня, поговорим об одной конкретной песне, которую пара Джерри Гофин и Кэрол Кинг написали для... Начну так, Кайли Миноук. Ладно, сразу, чтобы не врать, не для нее они писали эту песню, как вы поняли, это кавер, но авторами они все-таки являются. Вернемся к прекрасной Кайли, песня Locomotion. 87-й год. Одна из первых, наверное, ее таких громких прям, наверное, с которой... Самый первый ее просто супер вообще громкий хит. Так вот, а что касается авторства этой песни, написали Карл Кинг и Джерри Гофин ее за четверть века, наверное, до исполнения Кайли. Ну, в ней это чувствуется. Слушай, ну, в ней прям дух 60-х. Есть, да? Вайп 60-х, согласись. Конца 50-х, начало 60-х, да. Исполнила ее темнокожая девушка под псевдонимом Little Eva. Из-за этой песни есть просто невероятная история. Кэрол Кинг и Джерри Гофин это супружеская пара была в то время. И, в общем, песни они писали вместе. Сначала Кэрол Кинг придумала мелодию ее супругу. Я не буду утверждать точно, так гласит одна из легенд. Все-таки хит очень большой и история за этим хитом ну, обросла многими историями. Какие-то опровергались, какие-то нет. Я расскажу ту, которая показалась мне наиболее интересной, допуская, что что-то может там не совпадать с правдой. Так вот, как гласит одна из легенд Джерри Гофин эта мелодия показалась такой напористой, словно локомотив. Локомотив. Локо моушен. Да. И тут как бы в ход идет игра слов. Локомоушен как бы одним словом это передвижение, да? Я не знаю, этимологию слова локомотив, но, скорее всего, оно от слова локомотив. Оттуда же, оттуда же, конечно. А если мы это разделим дефисом, получается, как бы, движение локо. Плюс по-испански локо, это сумасшедший, безумный, да. Ну и получилась такая забавная игра слов и источником вдохновения этой игры слов стала няня их детей по имени Ива Бойт. Иве Бойт тогда было всего 17 лет. И Джерри Гоффин обратил внимание, как 17-летняя няня танцует с детьми и напевает эту мелодию. И напевает, между прочим, красиво. И как гласит одна из легенд, увидев движение той самой няни Ива Бойт, он подумал о том, чтобы написать песню про какое-то вымышленное движение. В данном случае локо мошен. Писали они эту песню изначально для певицы такой ритмом блюзовой по имени Диди Шарп. И, в общем, когда они написали текст и музыку, нужно было сразу отправиться и записать демо-версию, для чего они решили прихватить ту самую няню, которая стояла и напевала эту прекрасную мелодию. во время записи продюсер Дон Кершнер сказал, ребятки, так ваша няня так классно поет. Как гласит одна из легенд, на этой стадии я бы сказал, что это скорее звучит не очень реалистично, потому что ну не работает так большой шоу-бизнес, но все-таки няня записала эту песню, та самая Ива Бойт и оказалась Литл Ивой, как ей придумали, песню выпустили и получился такой мировой хит. Версия невероятно красивая, есть источники, которые опровергают это, есть источники, которые рассказывают об этом, в каких-то интервью сам Джерри Гофин говорил, да нет, я уже давно придумал вот этот вот локомоушен, а от песни Диди Шарп отказалась, поэтому мы решили записать с няней, но то, что она действительно была их няней, это факт, и то, что она действительно записала эту песню и им пришлось искать новую няню, это тоже факт. Крутая история. По-моему, великолепная такая романтичная история, независимо от того, сколько процентов правды мне есть, и к слову, после Литл Ивы еще до версии Кайли Минолк была еще одна хитовая версия. В 1974 году Grand Funk более такую напористую версию сделали, и это был тоже достаточно большой хит в Америке. Мне эта версия, кстати, тоже очень-очень нравится, рекомендую послушать, хотя, что я рекомендую. Я же сейчас беру вот так вот и в монтаж вставляю. Ну и раз у нас уже такой 111 выпуск, прям три единички, сделаю небольшую отсылку к самому, самому первому выпуску на канале Longplay, и вспомню еще одну песню, о которой мы уже говорили именно в этом выпуске, но не упоминали автора. Та самая Кэрол Кинг написала песню Crying in the Rain. Вот у меня там точка такая же великолепную песню, да, которую я не так давно вставил такой пасхалочкой, говоря про Саймона и Гарфанкела, то, что они косили под Everly Brothers. И очень-очень многие написали Ого, где-то я слышал эту песню, то, что не поет. Так вот, скорее всего, конечно же, вы слышали ее в исполнении прекрасной группы Аха. Угу. А написала эту, ну, очень красивую песню в самом-самом начале 60-х Кэрол Кинг. Написала музыку, к сожалению, не вспомню, кто текст этой песни написал, упомянем здесь обязательно автора текста, вот, а та самая Кэрол Кинг написала музыку. Но нам это не так важно, самое важное, что, возможно, ты не знал, что это кавер. Да, я прям помню этот шок во время первого выпуска, когда я так, в смысле, не Аха. Это моя любимая песня Аха. Моя любимая песня Аха, не Аха. Ну что, таким вот небольшим флэшбэком закрыли мы временную петлю из 111-го в первый выпуск, но это не значит, что мы не будем продолжать. Мы обязательно будем продолжать, дорогие друзья. Если будем видеть, что вам это нужно и вам все это нравится, для этого, конечно же. Поставьте лайк этому видео, для этого обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить ролики следующие, для этого напишите комментарии, нам всегда это очень приятно, вне зависимости от того, что вы там собрались нам написать. Мы читаем, наслаждаемся, и что самое главное, узнаем очень много интересного именно из ваших комментариев, и часто делаем выпуски именно благодаря вам. Так что все каверы, о которых вы знаете, неважно, банальные они, небанальные, интересные, удивительные, обязательно пишите нам, и мы будем продолжать эту рубрику, и не только. Если вдруг вы сегодня впервые зашли к нам, у нас так много интересных рубрик, а еще очень дючий ведущий, который уже с вами прощается. И молчали вы вам. До новых встреч.